садим казахстан мы находимся в эфире так сейчас у нас время 6 50 по киевскому времени так по моему в алмате уже сколько уже 10 часов да вот о чем хотелось бы поговорить сейчас и сегодня это о тех гарантиях которые могут обеспечить не появление нового тирана после революции и оппозиции оппозиционные партии движения должны над этим подумать и без крика без шума спокойно реагируя на те или иные предложения составить максимальный список таких гарантий я предложил обществу 37 пунктов из списка гарантий против тирании кто-то может предложить больше не важно и чем больше таких гарантий мы сможем сделать и подписаться под ними и сообщал уже драться против назарбаева единым фронтом то тогда у нас будет ситуации когда мы не будем повторять ошибок украины ошибок восточной европы ошибок кыргызстана и многих других республик и государств мира где после революции вынуждено было общество снова пережил переживая какие-то 10-15 новых лет разочарований снова выходить на майдан и требовать от властей чтобы они снова вернули народу демократию вернули народу власть над государством в этом плане чтобы мы не обжигались на этих уроках и я и говорю о том что необходимо составить полный максимальный список гарантий против тирании многие из них элементарные и люди о них сами говорят это о иллюстрации иллюстрация это запрет уже с первых дней революции с первых недель запрет для тех чиновников для тех акимов министров судей прокуроров для тех средних и крупных чиновников начиная с заведующего отделом в районном акимате и заканчивая акимами областей министрами руководителями какие-то департаментов управления и так далее так далее все кто занимали должности начальников управления департаментов министерств во всех структурах в системе тоталитарного режима назарбаева они все должны уйти в отставку и не принимать участие в политике по средним политикам по средним чиновникам 10 лет по другим 20 лет по наиболее высшим чиновникам по окружению президента назарбаева если в отношении них нет никаких признаков преступления то они лишаются права на участие в политике на 30 лет потому что в судебном порядке мы будем разбираться процентов 10 из них попадут под суды под уголовные дела потому что будут скрываться расследования и так далее проводится но в отношении 90 процентов вот этих чиновников которые в отношении которых нет никаких доказательств на наверху да на поверхности если их оставить они будут тормошить всю страну и конце концов станут источником контрреволюции и свернуть демократию свернуть все в сторону нового бакиева в сторону януковича и так далее это понятно другой расклад когда там при новой власти появится снова оппозиция ну допустим как упорок оппозиция против порошенко оппозиция допустим против бакиева акаева и так далее будет будет снова возникать соблазн уже в новой власти посадить снова оппозиции чтобы она не мешала ей воровать чтобы она не мешала ей злоупотреблять и так далее в этом смысле нужны конечно же гарантии для оппозиции в любые времена на любом этапе истории оппозиция которая выступает как мечтанство как общественные силы которые у которых нет государственных ресурсов у которых нет которых нет судов прокуроров нет государственной власти нет государственного бюджета они все время будут находиться под ударами и в этом отношении для меня демократия это гарантии деятельности оппозиции поэтому если мы оппозиции сможем обеспечить полностью права и гарантии этих прав то тогда мы сможем сохранить демократию тогда мы тем самым сможем сохранить права самого народа в целом И в этом отношении на первый план выходит суд присяжных. Суд 12 присяжных, который зародился в Британии, который потом перешел по наследству в ее колонии. А колониями Британской империи, как известно, была Америка, была Канада, был Ближний Восток, был Сингапур, была Австралия, был Пакистан, Индия. Все вот эти страны при обретении независимости от Британской империи не стали отказываться, не стали говорить, что мы независимы от Британской судебной системы. Они ее восприняли органично, они ее поняли, они оценили ее и считают до сих пор, что это одно из самых золотых жемчужин, которые остались после Британской империи и они ее стараются совершенствовать и так далее. Америка, которая считается ведущей страной мира, на сегодняшний день 90% всех судов присяжных, всех процессов, связанных с судом присяжных, это проходит в Америке. Несмотря на то, что множество уголовных дел прекращается в результате мировых соглашений между обвинением и прокуратурой, тем не менее, огромное количество дел рассматривается в суде присяжных. Это по нашей казахстанской терминологии, это 4 категории уголовных дел, это небольшой тяжести преступления, средней тяжести преступления, тяжкие преступления и особо тяжкие преступления. Но кроме того, в Америке суд присяжных в сокращенном варианте, уже не 12 человек, а порядка 5-7 человек, суд присяжных в Америке рассматривает и полномоченно рассматривает любые гражданские дела и любые административные дела. И, конечно же, тому, кому повезло выступать перед судом присяжных, кому повезло избежать суда, где судит одиночка или даже 3 судьи, суд 12 присяжных, где вас судят ни чиновники, ни прокуроры, ни судьи, ни те люди, которые наняты, которые уже в силу своей работы как хирурги привыкли к виду, к цвету крови, которые привыкли к поломанным, искалеченным человеческим судьбам. Эти люди, простые люди, которые впервые судят, они, конечно же, впитывают все, что слышится и видится и показывается в суде на процессе по конкретному делу, потому что их набирают каждый раз заново для каждого судебного дела, для каждого гражданского дела, для каждого уголовного дела, каждый раз набирают их заново. Люди меня до сих пор спрашивают, что такое суд присяжных, с чем его едят, как это формируется, как это выглядит наяву. В принципе, все очень просто. Есть база избирателей, которая является списком для суда присяжных по каждому району, по каждому городу. Из этого списка избирателей путем случайных компьютерных комбинаций выходит список примерно 50 или 100 человек. И уже в суде, председательствующий на суде, отбраковывают несколько людей. Прокурор говорит, что вот, значит, их собирает всех вместе, суде присяжных, кандидатов на суд присяжных, их приглашают в зал, опрашивают анкетные данные, мнения по тем или иным вопросам, которые косвенно касаются уголовного дела. Еще до рассмотрения самого уголовного дела судья, прокурор, адвокат, обвиняемый, вот 4, значит, участника суда, они имеют право отбраковывать тех или иных людей, которые могут быть необъективны в этом деле, или которые, в принципе, вот по мнению, допустим, прокурора, он может отбраковать тех людей, которые могут симпатизировать обвиняемого. Наоборот, обвиняемый может отбраковать тех людей, которые симпатизируют обвинению и так далее. Ну, может быть, тут роль играет даже цвет кожи, там, национальность, откуда, язык, там, возраст, семейное положение, женщина, мужчина. Все, юноша, старик, пенсионер, все это играет роль в зависимости от того или иного уголовного дела. Но, тем не менее, в итоге получается, если, вот представьте, да, из 50 человек, когда отбраковывают людей и остается 12 человек, которые устраивают и прокурора, и обвиняемого, и адвоката, и самого судью, то, в принципе, эти 12 человек, которые по своему социальному происхождению, это обычные, простые граждане, которые живут в том же городе, что и обвиняемый, живут на соседних улицах, ходят по тем же улицам в Алма-Ате и в той же Казаларде и так далее. Они не связаны ни с какими императивными обязательствами перед государством, перед Назарбаевым. Тут никакие политические репрессии не проканают. Никакие заказные дела по указанию прокурора не будут действовать на суд присяжных. И вот две недели идет судебный процесс. Проходит судебный процесс, он заканчивается. Приняи произошли, последнее слово. И суд присяжных, 12 человек, они уходят в дальний угол сюда, забирают их и дают им там покушать и так далее. Вплоть не знаю, там может быть, можно там будет и лежать, спать и так далее. Но суть присяжных, вот эти 12 простых судей, они выходят оттуда тогда, когда уже обсудят. Они могут драться, могут спорить, могут кричать друг на друга, могут убеждать. Но потом происходит голосование без чиновников. И потом они путем подсчета голосов определяют решение и отвечают на вопрос, виновлен ли Маркомбаев или Нарымбаев по статье такой-то в умышленном убийстве или в похищении кошелька из магазина или у кого-то чего-то еще. Они принимают решение и в итоге потом старшина суда присяжных докладывает всем и передает судье итоги голосования. И очень интересная особенность. Если это связано со смертным казнью или пожизненным заключением, то здесь играет, конечно же, роль процент проголосовавших среди 12 человек. Потому что по закону во многих странах смертная казнь происходит только в том случае, если все 12 безоговорочно, без одного исключения проголосовали за такое наказание, за пожизненное лишение свободы или смертной казни. Там есть даже градация, что свыше 12 лет можно быть, если там, допустим, 8 человек проголосовало из 12. Если проголосовало меньше, допустим, 6 из 12, то тогда человек считается, даже если 6 человек проголосовало, что он виновен, то человека освобождают из зала суда и считают, что он оправдан, он свободен, он невиновен, его вина не доказана. В итоге, в принципе, по большому счету, когда человеку определили, что он виновен, и судья, чиновник, который сидит в мантии, который нанят и служит от имени государства и на деньги государства, на народные деньги, он уже лишь определяет срок наказания, сколько лет. И самое главное здесь, конечно же, вопрос и по коррупции решается. Здесь решается вопрос и по независимости от государства, от прокуратуры, от КНБ, от министров, от правительства, от премьер-министра, от Назарбая, от кого угодно. И здесь очень интересный нюанс. У нас такого суда присяжных, где 12 присяжных есть, у нас в Казахстане нету, вопреки тому, что ВПК у нас написано. Потому что у нас есть такая особенность. Во-первых, суд присяжных у нас предусмотрен только лишь по одной из четырех категорий. Небольшой, средний, тяжкий это никак не касается. Касается только лишь по особо тяжким преступлениям, и то только в той части от этих преступлений, по которым предусмотрен наказание по жизненной лишению свободы или смертной казни. И, как статистика говорит, у нас примерно 0,6 всех уголовных судебных дел рассматривается в суде присяжных. Кроме того, получается так, что половина практически людей, даже благодаря этому чиновничьему суду присяжных, все равно людей оправдывают, потому что при обнаружении беспредела, а у нас беспредел проходит практически по всем уголовным делам, людей освобождает суд присяжных. А обычные суды у нас же на это никогда не идут. Даже если есть беспредел, даже если есть пытки, избиения, поджаривания на чем угодно, на плитки и так далее. В любом случае человека сажают и считают, что следствие сработало отлично, прекрасно и так далее. И никаких нарушений нет. Как бы адвокаты не жаловались до Верховного суда, практически никаких шансов на его освобождение нет. И это знает каждый из нас, потому что многие из нас, либо многие родственники, многие наши друзья, кто-то из нас сидел в тюрьмах. Поэтому мы все это не понаслышке знаем, и мы можем прекрасно понимать, что такое наши суды. И вот в нашем исковерканном, кастрированном, Назарбаевском суде присяжных, внутри, во-первых, их не 12, а 11, 10 граждан, и 11-й это чиновник. И вот этот чиновник, он в этой совещательной комнате орет, как полусумасшедший, во главе стола сидит, командует, председательствует, как везде, по привычке, и навязывает свою точку зрения суду присяжных. Поэтому в этом смысле это не суд присяжных, это черти что. Поэтому мы должны понимать внутри оппозиции, внутри общественности, если мы хотим справедливости, если мы хотим, чтобы никакая полиция не смогла буйствовать, не могла сходить с ума, не могла пытать людей, единственный способ ее оградить, самый главный механизм полицейской реформы, это не министр полиции, это не министр МВД, это не смена начальников, полковников полиции, а именно ведение суда присяжных. Если 100% уголовных дел, которые из полиции будут проходить в суды, и они будут ломаться судом присяжных, то по неволе полиция будет менять приемы работы, вводить современные технологические приемы, видеосъемки, пеленгации и так далее, и так далее. Все, что позволяет применять объективные, не пыточные, не признательные доказательства, а именно объективного характера данные. Вот в таком ключе получается, мы получаем справедливость, мы получаем уменьшение коррупции, мы уменьшаем зависимость суда. Когда мы говорим про независимость суда, вот вам суд присяжных, который не зависит от президента Назарбаева и так далее. Независимость суда, это означает еще и независимость председателей судов от президента, от министра юстиции, от правительства и так далее. Но так как президент у нас назначает не только судьи, но еще и председателей судов, то никакой независимости судов нет. Поэтому нужно сделать простые вещи. Нужно вводить в суд присяжных, и оппозиция должна все вместе договориться об этом, что после революции мы вводим в суд 12 присяжных по всем уголовным, а позже и по всем административным и гражданским делам. Мы делаем так, что председатели судов ежегодно переизбираются самими судьями, тайным голосованием, и после окончания одного срока все следующим судьи идет по кругу, кого выберет второй по популярности и так далее. Кроме того, под иллюстрацию должны попасть все судьи, которые участвовали в политических делах, все судьи... Вообще, в принципе, по желанию, по возможности, в первую очередь, нужно увольнять сразу же под иллюстрацию всех председателей судов, потому что это не просто судьи, это надсмотрщики, политические надсмотрщики от правительства, которые работали против судей, это враги судей, это те люди, которые навязывали судьям политически мотивированные решения против оппозиционных лидеров, против оппозиционных активистов. Но при возможности необходимо менять полностью всех судей и вводить новость, новые суды и так далее. Нужно сделать так, чтобы после революции, вот когда иллюстрация коснется всех председателей судов, в отношении всех судей сказать, что их срок действует, скажем, два года. И за два года мы должны поэтапно перенабрать за год, за полгода, за год, сколько надо, максимум за два года, перенабрать всех судей во всех районах, уволить прокуроров и так далее. Вот это суд присяжных, который на самом деле является гарантией против нового Бакиева, против нового Януковича и так далее. Вот тогда это будет настоящая демократия, которая будет охраняться судом. иллюстрация, я уже говорил по этому вопросу. Съезды маслехатов это тоже один, наверное, из, наверное, мало знакомых для всех аналитиков польтологии феномен в истории, за которым идет огромное будущее. И чем быстрее те или иные страны перейдут на механизм формирования власти через съезды маслехатов, это будет огромный прорыв в наступлении народа власти. Это фактически вы представляете себе, что при этой системе власть в районе, в городе, в области обновляется каждый год. Она переизбирается каждый год. Она не отстает от новых событий, от новых явлений, от поворотов истории. Она не отстает, она идет вровень. Любые ниже стоящие маслехаты могут на своих съездах отозвать любую Карагусову. Если у Карагусовой 5 лет на сегодняшний день, и ее сегодня никто не может переизбрать, то тоже самая группа маслехатов может инициировать съезд в своем районе и собрать полностью всех депутатов, которые есть вообще по району. или в области и могут своим решением снять Карагусову с поста депутата парламента, вышестоящего парламента и избрать своего представителя от области в этот парламент и сменять любого таким образом. То есть в принципе при этой системе будет возникать ситуация, когда даже не год это когда полностью парламент или маслехат любой переизбирается, но многие могут депутаты переизбираться на второй, на третий срок, но для этого нужно все равно ежегодно подтверждать свою репутацию, подтверждать свою реноме защитника народа. Но даже досрочно нежестящие маслехаты могут всегда уволить 100% своих представителей своей области и своих районов в маслехате. Могут тем самым коснуться 5-10%. И часто может возникать ситуация, когда буквально каждый квартал на 5-10% депутатов, которые тем или иным обанкротились своими идиотскими заявлениями, они быстро исчезают, их заменяют на более достойных, на более свежих, на более молодых, на более энергичных, на более патриотичных и так далее. Нужна система власти, когда перманентно по желанию народа парламент, любой маслехат обновляется и коренным образом обновляется каждый год. И вот в таком ключе тогда правительство и акимы, которые будут формироваться такими маслехатами, по-настоящему народными маслехатами, и которые будут в любую секунду угрожать импичментом тому или иному акиму, премьер-министру, вот в этой системе власти, законодательной, представительной власти, которая и контролирует каждого акима, каждого министра, премьер-министра, вот в этом ключе система и будет работать. И тогда в принципе экономика действительно становится вторичной, потому что на самом деле где-то может быть правы Облязова, где-то может быть правы социалисты Курманова и так далее, но народ, который находится на сегодняшний день в этом году, в этом месяце и в этом составе, они будут выбирать то или иное решение Облязова, Курманова и так далее, правое или левое, и выносить то или иное решение по приватизации, по сельскому хозяйству и так далее. Любое экономическое решение оно будет все время отвечать интересам народа, интересам парламента, который представляет народ. Вот в таком ключе это и есть гарантии от того, что не будет возможности у человека, который занимает пост президента, но его эту президентскую должность необходимо отменять и это тоже гарантия. И в этом смысле я солидарен с Облязовым, я эту позицию озвучивал давно, и в этом плане мы союзники. Не важно кто будет на должности премьер-министра, если у нас будет комплекс список гарантий против тирании, тогда мы сможем действительно не бояться никаких политиков, которые даже в принципе Трампа приведи или приведи Буша или приведи Путина, в этой системе демократик сожрет, заставит их встать на колени и служить народу. Вот в таком ключе нам нам нужны несколько имена, нам нужна система, которая будет перемалывать любого политика и заставлять их служить народу, либо их кастрировать и выбрасывать из политики насовсем. Вот какая нам нужна политика. Вот о чем я говорю вот эти дни, когда говорю, что несмотря на личности, несмотря на какие-то высокие имена, необходимо брать заглавное это принципы того, что мы хотим от страны, что мы хотим от государства, что мы хотим поменять после того, когда случится день Икс и народ миллионным митингов сможет устранить власть Назарбаева, его команды, его детей и внуков, его министров, его близкого окружения, семьи и так далее и сможет провести выборы и сможет организовать систему власти, которая будет максимально отвечать чайным народам. Вот о чем я хотел сказать в этом видео. Счастливо! Джаса Азактар, Сау-Боу-Нес! Что-то мы не выключаемся. Реаль-Боу-Нес! Продолжение следует...